всем доброе утро а мы уже гуляем и как обычно я начинаю вот примерно в час дня вообще на самом деле с утра установился примерный режим и это меня очень радует поэтому я по утрам особо не снимаю потому что происходит каждый раз одно этаж это с половины восьмого до половины девятого артёша просыпается и уперед в воду играть в кроватку и тушь готовлю себе завтрак к этому моменту артёша обычно начинает капризничать но альчар мне помогает берет артёша поэтому я успеваю позавтракать он делать заряд партёша кормлю его ложится спать потому что проходит полтора часа уже спит пока он спит я успеваю накраситься а ну рексу помойте сначала после прогулки потом кота покормить собаку покормить потом накраситься иногда даже начать монтировать потом артёш просыпается ну и дальше я им занимаюсь и параллельно делаю уборку потом он снова засыпает где-то пол двенадцать в двенадцать вот так минут на сорок за это время я успеваю помыть полу если не проплесосил и помыла получила будете заняло 15 минут это очень круто теперь идеальная чистота вот ну и короче к тому момента как он просыпается где-то пол первого я уже успеваю смонтировать влог и сделать вот такую ежедневную уборку там и стирку закинуть развесить и так далее и мы с ним одеваемся и выходим час не гулять вот так сейчас проходит последние не знаю полторы две недели наверное на самом деле очень удобно потому что я знаю что произойдет в какой последовательности когда ребенок будет бодрствовать когда надо это удобно на днем все плавает пока поэтому ничего конкретного не скажу у нас как видите зима зима вот мы сейчас пойдем туда на разлив попробую в парк пробиться но я не уверена потому что там скорее всего очень много снега и с коляской будет не пройти тогда я пройду вдоль разлила проекта взяла потому что ветра нет и я хочу снова ее вычесать у него должен быть долгий сон до трех часов потому что четыре мамы перед массажами два массажа всего осталось все курс будет закончен тоже жалко такие результат хорошие и еще в общем тепло у нас будет к следующим выходным кажется этот парк сегодня не вариант слишком много снега я застреваю и у меня в ботинке добивается снег всего ничего я могу ее толкать но я так наклоняешь что в ботинках снег вообще Рекса что трясешься а Роксе хочется бегать я не могу так быстро идти сейчас развернемся и пойдем в ту сторону просто вдоль разлива потому что там расчищена хотя бы пошли собак не ребята больше не в парк не на разлив пока там все не растает не поведут я конечно проехала но я прошусь использовать блокировку колес передних чтобы они не крутились я наверно потеряла миллион калорий я себя чувствую знаете как толстые люди и шоу где они там колеса гигантские шины толкают там камни носи носят вот тоже самое я делала сейчас больше часа мы там шли не свернуть было тоже пешеходный переход очень далеко было пришлось до него идти я устала каждый раз когда я вижу эту надпись у меня ощущение что бедную свету поздравляет не с днем рождения а с покупкой нового биде для подмывания попы потому что день рождения окей с русским акцентом это бёздэй но не биздэй он бёздэй а тут хэппи бидэй хэппи бидэй тю ю так что выходит ящик ящик как разы ты такой так это такой толстый кайта такой толстый пушистый это что за котик такой А я тебя буду крутить И тебя сейчас укачает от этого Не нравится? Тогда беги отсюда скорее Рокса, а что это такое страшное? Ребенок офигел, слушай, классно Ребенок, что у тебя тут? Ну-ка смотри, гитара Что-то странное Про ежика надо с дыркой в боку Не помнишь? У тебя лирически очень получается Надо книжки эти повторить с нотами Да, надо достать это все Он тоже боится этого звука Все прячутся К полету в космос готов Качайся на здоровье Что, ты тоже захотел гитару? Мы выкупили у биттера гитару Давай упакуем Здорово, ты сегодня рано вернулся Значит, ты с ним поиграешь А я пообираюсь еще, договорились? Смотрите, что мне передала биттер Какой классный кулон Артеша, тебе нравится, да? Я знаю Один минус Придется его носить только на выход Потому что Артеша мне сейчас все цепляет Ну, это такая милота Биттер, спасибо! Обалдеть вообще Круто Очень-очень здорово Я знаю, что у биттера на канале будет мастер-класс Как сделать такой кулон Она мне говорила Так что давай публикуй Блин, он такой здоровский Обалдеть Артешка, тебе нравится? И мама так обрадовала гитаре Шалость удалась Так, а я отодвинула компьютерный стол Точнее, Алишер меня отодвинул И я вам не буду показывать, что там за ним Я лучше там просто, молча уберусь Редактор субтитров А.Семкин Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как там было в рекламе? Мистер Пропер Селей Доме Чиста Вот мой мистер Пропер Он мне помогает Мы давно хотели отодвинуть плиту Очень давно Очень-очень давно За пару лет Настоящий кошмар накопился Ну, теперь Мы сейчас все очистим И из трубы жир Хорошо счищается Этой шваброй паровой Отсоединила от нее ручку Вот она валяется Это жир и жир умышляю Там доделает Я дальше Отпарю Так что Круто! Будет чистота! Слышите, ребенок Разговаривает Проснулся И теперь беседует Сам с собой В общем Мы тут Очень все переиграли Потому что Вообще По идее Сейчас Мы должны были ехать К моим ученикам И я еще должен погулять С Артешей Но Мои ученики приболели И не знаю Может, что-то поскать Все неправда Посмотрели Вот Поэтому мы затеяли Генеральную уборку А потом Ну, в смысле Не затеяли А продолжили С плитой Вот начали И затем Я еще говорю Иди погуляю с ребенком Часик-полтора Я добью там Все, до чищек Должен проснуться И начал Капризничать Вот Альжир такой Давай ты погуляешь Я все домой А я что И что, против, что ли? Конечно, только за Тем более Нам нужно купить Зубную пасту Она у нас вчера кончилась А поход Магазин за зубной пастой Это повод Купить себе Новую тушь Так что Я согласилась Погулять Часик надо еще Хотя бы Походить с Артешей Артеш не очень доволен Он такой Я тут плакал Я тут плакал Мать, а ты меня что В итоге гулять повезла Да? Ку-ку Ку-ку Здрась Щеки мешают улыбаться Вот А еще у меня На телефоне 28% зарядки И это очень Опрометчивый поступок Созерцает Удальяю Погулять Созерцает Созерцает Что-то я, кажется, все упустила, я знаю, что Пасха на этих выходных, но крестный ход разве, ну просто сейчас еще рано, я когда два года назад ходила, да, это было в полночь, мы шли там, по-моему, в 11 служба начинала сейчас еще. И восьми вечера нету, ладно, я что-то совсем не в теме, кстати, надо пойти кулич, что ли, купить, я раньше пекла, сама делала последние два года, но в этом году у меня есть артеж, и у меня не будет четырех часов, чтобы наделать куличей, поэтому я сейчас куплю какие-то куличи. Когда я вернусь домой, я расскажу вам интереснейшую историю о том, как я зашла в улыбку радуги за зубной пастой и оставила там 1100 рублей, но зато я купила много всего полезного. Вы представляете, Алишер до сих пор возится на кухню, кошмар, просто мы начали где-то пол седьмого и уже два с половиной часа прошло, он мой герой. На самом деле у него был должок, это он отрабатывает, так что не переживайте за него, все у него хорошо. А я вам сейчас покажу, что я купила в магазине, ребенок, кстати, спит, сейчас проснется, буду купать. Он уснул под самый конец, я уже думала, что он не будет спать, и я приду, сразу его искупаю и уложу. Открепилась. Так, я купила, как я и говорила, зубную пасту, потом я купила тушь, взяла вот такую, не знаю, такой не пользовалась, это от Эвелин. Попробуем, надеюсь, будет хорошее. Потом я взяла цветные труселя, шлепанцы, я ведь собираюсь летом на море, просто те, в которых я хожу дома, они очень тяжелые, если они далеко идти, они натирают сильно. Поэтому я взяла такие легкие, легкие. Потом вот такой набор кистей, аж в стразах, но на самом деле мне просто была нужна вот такая кисточка, моя истрепалась для того, чтобы делать смоки-айс. Ну и выгоднее всего был вот этот набор. Решила, почему нет, потому что эти кисти мне тоже нужны, просто у меня вот это и это есть такие сейчас хорошие. Потом заменю их на такие, ну как блестит тут все, нейлоновые они. И косметичку купила, потому что моя, отцепись, потому что моя порвалась, которая у меня в сумке болтается, а косметичка мне обязательно нужна. Почему-то никогда не могу найти косметичку, которая мне идеально понравится. Ну вот такая в солушках, я не скажу, что вау, я в нее влюбилась, ну симпатичная, но все равно это не косметичка моей мечты. Ну что, друзья, уже поздний вечер, за мной висел, что сытно. Наконец-то Артеша уснул, проснулся так и радостно, искупался. И все, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот, наконец-то уснул. Что меня радует, когда он сытый, он совершенно не обязательно засыпать на груди, как это бывает у многих детей. Ему просто надо, чтобы я рядом с ним полежала, посидела. Вот, и он сам отключается. Так что сейчас уснул, а я готовлю мясо. Я хочу запечь говядину в сметанном соусе в духовке. Нарезаю, потому что только сейчас у меня нашлось время это сделать. Плита у нас теперь такая чистая, прям нужно Лену летучую приглашать, чтобы она ее тестировала. Все, что можно было отмыть, все отмыто. Ну ладно, тут есть пара маленьких штрихов, но это я завтра сама дамою. Или после завтра посмотрим. Да, завтра мне, наверное, вообще не будет времени на уборку. Вот, это Рекса хрустит своим новым формом. Он пахнет чипсами, хотя сделан из ягненка. Предыдущий жутко наняла рыбу, потому что был из лосося. Алишер пошел выносить мусор, потому что мы тут насобирали целую кучу всего. И подтягиваться на турнике. Вот так что вечер у нас заканчивается. Сейчас Алишер придет, посидим, сболтаем, чай попьем. Еда как раз приготовится. И уже будем ложиться спать. Я уже спать на самом деле хочу. Ну нет, я только через час или полтора лягу. Вот, так что желаю вам отличных выходных. Проведите их, пожалуйста, хорошо. Вот. Все, увидимся завтра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok